Это относится к 1954 году, когда приехало множество-множество людей для того, чтобы выехать в степи, распахать их и выполнить. В этом городе открывается сам именно на этой улице одни и важные дома. И люди тогда, в середине 20 века, в Целенограде, впервые узнали, что такое постоянное электричество, что такое горячее водоснабжение, а также планово и вопросами озеленения. Сегодня в Астане большое количество парков, большое количество скверов, один из которых расположен с правой стороны. И на территории данного сквера, в правые окна, мы с вами увидим сейчас памятник «Два солдата». Дань памяти, уважения героям Великой Отечественной войны. А над следующим зданием читаем Казахский национальный университет искусств. Вскоре после переезда столицы, на базе музыкальной школы, обучение в этом учебном заведении ведется с первого класса, соединяет район железнодорожного вокзала и исторический центр. Мы приближаемся к историческому центру, но сегодня вы здесь не увидите бывших купеческих особняков и магазинов, которые здесь находились еще на момент переезда столицы. И там, где на момент переезда столицы стоял бывший купеческий магазин, сегодня мы увидим огромное здание из стекла в 12 этажей по фасаду, напоминающий флаг Казахстана. В этом здании находится Министерство финансов Республики Казахстан. Деставрировали старые здания, приспосабливали их под разные учреждения, организации. И вот первый дом, построенный с нуля, с правой стороны. С правой стороны расположена новая площадь, ровесница столицы. Ее украшением является фонтан, древо жизни. И за ним чуть дальше посмотрите трехэтажное здание, небольшое, зеленого цвета, архитектурой конца 19 века. В этом здании основанный был в 1920 году. Обратите внимание, деревья здесь действительно уже старые, большие, выше названный музей. Посещение музея на бесплатной основе в любое время, кроме понедельника, вы можете прийти сюда, побывать в музее, побывать в кабинете, в котором работал президент, узнать о его рождении, о его жизни. В парке Исиль, четырехзвездочный отель. А следующее здание переносит нас в конец 19 века, первый этаж, благодаря кирпичной кладке. Здание было построено в конце 19 века, и здесь находилось сам год. Это год страшного голода в Казахстане, когда от голода умер каждый второй житель Казахстана. И спустя 80 лет по инициативе президента здесь был открыт памятник. Памятник расположен на пересечении проспекта Абая и проспекта Республики. Сейчас мы подъезжаем. Вы увидите, вырисовывается современная улица. На момент переезда столицы, на момент переезда столицы, с левой стороны, вот прям вдоль этой дороги, были расположены одноэтажные маленькие домики с плоскими крышами. Среди, с левой стороны, строится очередной торгово-развлекательный комплекс. А весь свои рисунки, свой орнамент, поэтому каждый дом имеет свое лицо. В вечернее время здесь подключаются растяжки над улицей, а также архитектурная подсветка, и каждый дом выглядит особенно празднично. А теперь приготовьтесь смотреть в левые окна автобуса между 5- и 9-этажным зданием вдаль. Вы увидите православную церковь. Самая старая. Вы увидите огромные юрты. Занимает военно-исторический музей вооруженных сил Республики Казахстан. Посещение его с древнейших времен до настоящего времени. И когда вы увидите современный, хорошим тоном. А следующий флаг, это флаг тур для работы. Мы во время экскурсии. С правой стороны расположен один из дизайн. Разные скульптуры. У каждого сквера есть своя изюминка. А их восстание здание страны. Дом, в котором работает президент. Вот с этой точки. Посмотрите, как красиво смотрится. И такое впечатление, что дорога визуально убирается в это здание. Резиденцию Аккорда мы будем видеть с вами еще несколько раз. Исходящий с мировым именем в 2009 году. Здесь находится бассейн. Здесь находится из красного кирпича. Наверху католический крест. В этом здании находится римско-католический костел. Сюда на молитву приходят... Сегодня здесь большое количество деревьев, цветов. И в правой окне хорошо просматривается ручей под названием Акбулак. Он сегодня широкий, красивый. Мы его пересечем по автомобильному мосту. Побываем на его набережной. И вы действительно убедитесь, что сегодня это красивое место. Место вторичное построение. До молитва данного окна мы ведем с вами в столице. Евразийские украшения. Декоративные украшения. Лотосы разноцветные. И в правые окна, чуть-чуть так посмотрите, небольшой памятник. Это памятник Александра в армию солдат. За 10 лет с Казахстана тогда было отправлено 22 тысячи солдат. 949 из них погибли. И в правые окна мы с вами видим памятник. На стене которого... Какие-то мероприятия идут, праздники. На стене которого... На стене вы видите годы и фамилии тех, которые погибли в данном году. И только последний год студенты обучаются в Москве, но им предоставляют. Его как раз и занимает филиал Московского защитника Отечества. Это парк, где находится одноименный памятник. И парк предназначен для проведения протокольных мероприятий, торжественных мероприятий. Здесь же горит вечный огонь. Мы с вами сейчас расскажу, покажу, что я рассказываю. Мы потом подойдем с вами, кручу. Нет, полюбоваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Екенізге осла қол шақта Ескенмен сол бүркін Біздерге қазағар көзінмен Ер келер ағатын толқан Қазағымның ордасын Тәңір өзі қолдасын Бағын бастан таймай Жасай бір мәңгі жаймай Баралаштың анасы Қашықтардың қаласы Жүрекке сезім куған Есілдің ерке жағасын Бағын төріп әртүні Жолды шашыпсан бүлі Сарарғаның көрсінде Жайнағаның көргім Аз-да-нас Аз-да-нас От героев былых времен Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним